Лукьяновский следственный изолятор Там, где речь идет о выходцах из бывших советских республик, речь прежде всего о России и Центральной Азии, о задержании или незадержании, экстрадиции – это всегда политический вопрос, который замешан не на государственных интересах, а на интересах той группы лиц, которая удерживала власть в Украине и на их отношениях с такими же режимами в других странах. За эти стены хотели упрятать казахстанского оппозиционного политика Мухтара Аблязова. В роли помощников Акарды выступили следователь из главного следственного управления МВД в Киеве майор Максим Мельник и целая группа адвокатов. Но политические цели Нурсултана Назарбаева не слишком волновали пламенные сердца украинских милиционеров. Куда ближе им были конкретные экономические интересы. Они сражались за собственность. Дело в том, что главной целью Назарбаева было лишить своего политического оппонента Мухтара Аблязова любого бизнеса, который мог бы использоваться для финансирования политической оппозиции в Казахстане. В Украине такой собственностью стал БТА-банк Украина и финансируемые им активы, которые властям Казахстана удалось захватить после того, как они принудительным образом национализировали материнскую структуру БТА в Казахстане. Киевский журналист Руслан Черный уже давно отслеживает развитие событий вокруг БТА-банка. Он уверен, что отъем собственности у Аблязова в Украине стал возможен лишь в результате сговора спецслужб с адвокатами. Эти акции были заблокированы на счету Национального банка Украины и впоследствии перешли, насколько я понимаю, в собственность БТА-банка Казахстан. БТА-банк здесь в Украине кредитовал достаточно большие интересные объекты, как большой центр Евразия, офисный центр, масса других интересных объектов, которые по сути являлись залогом под выданные кредиты. Возвратом этих активов занималась юридическая компания «Лешевые партнеры». Эти активы были в большей части возвращены в собственность БТА-банка Украины, который в общем-то казахский. Но вот это результат их работы, слаженной работы в том числе с украинскими спецслужбами. Успех рейдерской операции в Украине не означал окончание всей операции. Он лишь облегчил Аккорде задачу по решению стратегической цели – устранению своего политического оппонента. Плотное взаимодействие с коррумпированными милицейскими чинами из свита Януковича позволило превратить хозяйственный спор в политическое преследование. Любопытен сам механизм такой трансформации. Несмотря на то, что сам Аблязов никаких юридических действий на территории страны не совершал, на сайте Интерпола появляется фотография и данные оппозиционера. Украинские органы разыскивали его для дальнейшей выдачи в Казахстан. Следователь Максим Мельник, который работает в здании главного следственного управления МВД в Киеве, общаться с журналистами на эту тему категорически отказывается. Немногословным оказался его партнер по рейдерскому бизнесу, совладелец известной адвокатской фирмы Михаил Ильяшев. Я думаю, что вам правильнее будет пообщаться с моим партнером, господином Марченко, да, он вам расскажет подробности, потому что я непосредственно этим делом не занимаюсь. Фирма большая, соответственно, не все знают. Как только он появится, он свяжется с вами. Господин Марченко связываться с нами не решился, в дело вмешалась внезапная болезнь. Недух сразил адвоката по странному стечению обстоятельств, одновременно с появлением в интернете его переписки со следователем Максимом Мельником. В ней Роман Марченко активно обсуждал, как наиболее эффективно содействовать милиции в поимке беглого политика. Задача в самом деле непростая. До сих пор в украинскую тюрьму попадал лишь только один оппозиционер такого уровня. До сих пор мы с такими случаями не сталкивались. Случай господина Аблязова уникальный. Единственный в чем-то похожий случай год назад. Господин Абдулладжонов, который не находился на территории Украины, прибыл сюда для частной встречи. И есть большие подозрения, что эта встреча была специально подстроена. Он был сразу задержан для экстрадиции в Таджикистан, где он является одним из действующих оппонентов тамошнего сегодняшнего режима. К счастью, благодаря позиции международных организаций и дипломатических представительств этого удалось избежать. Летом прошлого года Мухтар Аблязов был арестован на юге Франции. Основанием для ареста стал именно запрос Украины. И лишь потом к требованиям Киева прибавились просьбы Москвы. А в начале января этого года суд города Эксан-Прованса решил удовлетворить сразу обе стороны. Но со времени того решения ситуация в Киеве радикально изменилась. Революция смела режим, который оказался фактически на содержании у диктаторов. И это дает основания для пересмотра политически мотивированных уголовных дел и отказа от запроса на выдачу Аблязова. Я надеюсь, что новое руководство службы безопасности, Министерство внутренних дел, а также Генеральной прокуратуры проведет полную инвентаризацию этих заявок на розыск. И те люди, которых преследовали по политическим мотивам в других государствах, будут сняты с розыска по инициативе Украины. К тому времени, когда на улицах Киева гремели выстрелы снайперов, а режим Януковича доживал последние дни, в Казахстане отобранный у Аблязова БТА-банк был продан двум частным владельцам из ближайшего окружения Назарбаева. Где-то ситуация пока не меняется. Субтитры создавал DimaTorzok